друзья всем привет недавно разработчики переработали ярость и дрова сека соответственно ярости перри наносит урон и но действует на в меньшем радиусе тем не менее заклинание стало гораздо сильнее и именно и мы сегодня поиграем а конкретно пятью лучшими колодами с яростью сегодня будем биться ну и друзья не забывайте ставить лайки приятного просмотра и для начала у нас колода гигант 2 принца с фениксом с шахтером и вместо разряда берется в эту колоду ярости смотрится просто замечательно единственный минус этой колоды это отсутствие тяжелого заклинания соответственно если будет попадаться ведьма то ее надо будет убивать как шахтером с яростью с стрелами и надеюсь что соперник не успеет ее прикрыть тем не менее дека в атаке очень сильно опять же до тех пор пока не попадется контракт но это о всех колодах так можно сказать поэтому давайте попробуем сыграть данной декой можно шахтера сразу скинуть на уголочек так чтобы он газетку не активировал не все он идет в атаку значит темный принц у нас защиту надо будет желательно всю игру по ходу всей игры сохранять темного принца на кабанчиков лучший ответ моей колоде мини генераторы ну уже очевидно что у него фэрбол бейтовая колода и это плохо потому что у меня колоде фэрбола нет классная ярость вообще шикарное просто заклинание теперь мало того что урон наносит так еще и ускоряет все вокруг в общем отличная альтернатива разряду снежку смотря в какой колоде ну да у него вообще просто жесткая фэрбол бейтовая колода или тучка и ведьмина бабка не знаю как это выигрывать будем придется но еще и армия скелета да все-таки выставил он гиг скелета ну чё принцом буду здесь дефаться в атаку переходить здесь не буду у меня минимум эликсира сейчас он мини генераторы поставить да вот теперь хорошо теперь можно будет начать атаку поэтому буду дефаться гигантом то есть вот эти мини генераторы на 1 хпшного принца это была такая микро ошибка которая позволит мне сейчас разогнать свою собственную атаку поэтапно выставляю карты которыми буду убивать те карты которыми он планирует защищаться ярость на армию скелетов блин вот конечно минус ярости в том что она не так быстро как разряд тот же самый действует ай высоко глубоковато я темного принца поставил с урон за это буду получать ну снова выставляю перед выжившими своими защитными картами гиганта перехожу в свое наступление шахтерок мини генератором стрелы туда же ярость нужна на армию скелетов но уже не буду дожидаться уже туда чтобы урон какой-то нанести да две тычки дает гигант уже его вышку я стопудово добью ой-ой-ой сейчас будет сложная защита много кабанов да очень много кабанов не надо еще как-то гиг скелета добивать я не спасуя здесь вышку да просто за один заход всю вышку мне снес надо мне его тоже сносить чтобы не проиграть ярость была лишняя ну ладно давайте громом спасу феникса рановато грома выставил лучше бы феникс был с фуловым запасом здоровья хотя ну да хотя сейчас он зато с армии скелетов разменялся своим взрывом а теперь снова депутся ведьмину бабку убью этим принц там и стрелы придется здесь отдавать да как-то успел то зараза и отнадеялся что принцип вреда врежется вышку поэтому ярость накидал ну ладно снова готовлюсь к защите молния плохая феникса против летучки блин у него контр-колода так-то по факту да армия скелетов неприятная но я здесь стрелы отдал чтобы ведьмину бабушку добить минуту до конца надо что-то менять надо как-то будет его сейчас сносить темный принц защиту и перехожу в атаку шахтера к мини генератором ярость туда же и стрелы давай 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 гигант ну наноси урон раз и все только одна тычка что-то походу это поражение да сейчас еще это как-то надо дефать на эти фениксы опять к летучке ярость сюда накину хотя бы летучку добью ой-ой-ой вот это он борщит уже да я перехожу в атаку у меня оба принца живые я еще одного принца добавлю стрелы сюда обязательно шахтера к бабки ярость сюда и давайте принц фокусе отлично еще еще вытащил вытащил все-таки эту катку он всю игру бэмил но я не буду ему уподобляться далее бришь спам спекой в котором место разряда опять же взяли ярость и стала стала точно не хуже также можно играть вместо магического лучника миньонов место фаербола яд это кому как больше нравится я же буду играть именно вот такой сборкой более классической точнее более такой усовершенствованной которые стали играть с момента выхода магического лучника и на мне вариант магическим лучником ближе привычнее хотя с миньонами также очень сильная колода получается опять же на ваше усмотрение друзья ну а по ярости в данной деке можно сказать что она помогает тарану часто пройти там где до этого при помощи разряда пройти было невозможно поэтому интереснейшее решение которое мы прямо сейчас испытаем в бою брюш спам спека один из моих самых любимых архетипов давайте скинем ярость или не будем торопиться пока не хочу получать урон поэтому давайте сторон сразу в атаку посмотрим как он будет дефаться заодно гром гром темный принц у него что-то похоже на мою колоду ну тоже на брюш спам по идее по ощущениям да и бандитка у него имеется но здесь надо пека уже спасать ситуацию он многовато на выставлял всего к сожалению гром опередит пеку умрет он тоже спека играет да очень похоже у него дека здесь магическим лучником сразу буду простреливать ярость накинул а и магический лучник умер к сожалению но урон неплохой успел нанести правда я теперь минусе по эликсиру поэтому мне надо сейчас защищаться получать выравнивать ситуацию по эликсиру и тогда уже только атаковать поэтому сейчас фаза защиты хотя не так сильно я просел по видимо я ошибался до дайте призрака на левую сторону фэрбол пока закидывать не буду я если чё бандитка разменяю с этой ведьминой бабкой все-таки войско выставить гораздо выгоднее чем опа здесь уже фэрбол фэрбол бандитку влево сюда грома весь эликсир придется потратить не очень удачно и в итоге сейчас и грома бандитка это чё было это чё было вы видели чё за хрень вообще ну вообще замечательно я считаю этого урон получаю бандитки сначала отобрал здоровье а потом она его восстановила это чё за баги багрояль так он пеку ставит я сразу на такую по другой стороне можно сюда еще бандитку накинуть до но он успел да все уже дальше нельзя накидывать надо уже даже за дефаться то есть хорошая у него защита прям в ноль задавался молодец грома ставлю так чтобы еще по правой стороне защититься садница все-таки въезжает так ну таран в левую бандитку убить ведьмину бабку и магического лучника на поддержку всего этого ярость нет не буду здесь уже кидать здесь нет смысла ай не успел спасти лучника ой хорошо пека развернулась зале он не успел этот момент выставиться так таран сюда на левую сторону раз он так пеку ставит у это может быть минус вышка давайте я лыню здесь но нет надо еще конечно защите тоже помнить все фэрбол нет победа хорошая игра мы когда мы говорим о ярости сразу в голову приходит колода с гоблином гигантом из парки вот такая вариация сейчас с наиболее успешная с ведьминой бабушкой с миньонами из противовоздушной защиты но здесь что интересно ярость играется не вместо разряда в сочетании с разрядом как и играется в оригинальных колодах с гоблином гигантом из парки тем не менее можно было ожидать замены разряда того что уберется разряд из колоды на нет этого не произошло более того эту колоду еще впихнули шустрого шахтера не знаю как это будет работать сейчас предстоит нам это выяснить так с чего начать можно скинуть ярость вышку его ооо это кабаны ладно шустрого шахтера для начала потом ведьминой бабкой как-то буду из середины деппаться скорее всего надеюсь что он сразу фаерболом не среагирует миньоны чтобы ловить этого его летучку но это если та колода про которую я думаю ой не это вообще не та колода это санец и блин еще и промазал промазал разрядом ой 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 как больно давайте миньончики ужасное начало игры просто половину хп хп левой вышки сразу потерял на первый же заход что давайте начинать свою атаку может быть может быть что-то и выйдет это я проигнорирую это очень странное его решение большого урона не нанесет 4 единицы эликсира просто выкинул моя такую да шустрый шахтер здесь прикрытие спарки естественно он накопился но ярость я здесь накинул и дух исцеления пожалуйста прыгни дух да исцелилась целил спарки левую сторону вообще игнорирую разряд сюда хорошо спарки давай стреляй перекопаюсь да отлично ровно момент стрел перекопался и шустрый шахтер час несет эту вышку вот как все перевернулась ног на голову так спаркулю из глубины готовлю если он пойдет сейчас в атаку тогда ведьмина бабка давай трех крюшек они и забодают эту хижину так миньонов поставлю рискну блин ошибка все у меня сейчас проблемы большие проблемы здесь яра здесь шустрый шахтер и как депутся теперь ну разряд да и фэрбол у него все-таки есть миньоны на летучку неприятная у него колода конечно здесь надо до депутся и все будет хорошо в принципе гоблинам про кайчу разряд сюда убью этих хрюшек ой хрюшек говорю копейщиков минус вышка да у меня все равно да блин ну ладно я расти у минус вышка у него на безусловно не могло в этом видео обойтись без элитных варваров это же видео все-таки про ярость поэтому друзья вот такая колода опять же без тяжелых заклинаний это ее главный минус тем не менее они здесь по сути не нужны есть два легких спала и есть магический лучник то есть надо будет как-то с этими картами справляться с теми картами соперника которые требуют обычно тяжелого заклинания давайте попробуем это сделать ну что настало время истинного скилла элитка дая с яростью самый лютый бридж спам в том плане самый агрессивный такой тут можно постоянно по земле напрягать соперника ну конечно мини генератора и судя по всему опять перболбейтовая колода когда у меня нет тяжелого заклинания это уже классика так призрак здесь можно было ярость накинуть и даже нужно было но видите я не чувствую этого момента я думал двух тычек все-таки призрак убьет мини генераторы а нет не добивает и кстати это не фаерболбейтовая колода это судя по всему и кургик так ну элитку перед ярость сюда опять же добейте ведьмину бабку ведьмину бабку ведьмину бабку даже не думали она придется призраком до пацан зря кстати элитку выкинул надо было ее сохранять на его атаке с корги гон но надеюсь он корги гон не успеет поставить до моей следующей элитки так магическим лучником здесь страхуем наверное зря так агрессивно сыграл еще и бревно скинул ну ладно надеюсь не все хорошо что хорошо кончается погнали фаербол до фаербол но я рад здесь накинул целом оправдалась ярость правда теперь если он сейчас пойдет в атаку у меня конечно есть элитка не он пока не пойдет да ну давай давай у меня здесь все готово ах ты хитрец какой из глубины решил ладно тогда призрак на левую сторону туда его качнем здесь королеву подготовимся к защите ну и элитка естественно пойдет против только его слева еще напряжем что-то выставить под простреливаем здесь так слева будем буду сначала призрак потом бревно так а белочка а белка вообще в никуда было ладно ее его теперь жестко будет нужна элита я кручусь за нее магического лучника при этом выставляя он сразу fire в магического лучника и большой урон у меня здесь получает правая вышка сразу таран еще в атаку ярость туда чтоб быстрее убить ну наконец-то урон заходит давай давай варвар сразу не отпускаем по левой стороне еще призрака по правой элитку но он зараза правильно ставит этого рыбака хотя у меня по левой стороне это все хорошо смотрите там наяривает как призрак еще сейчас по правой его качну короче все я схватил его за горло и теперь не отпускаю просто не отпускаю давай ай-яй-яй вот минус этой колоды добивать не чем будет улья его сейчас урон получу огромный литку только сейчас накопил и уже можно было ее не ставить по большому счету но я поставил и об файрон отдал туда значит сюда можно вкладываться в атаку ярость сюда опять накинул хорошо справа бандитку и мне нужно снова элитку иметь жесть чё так напряжно то так сначала призрака чтобы его рыбак вытягивал потом элита и да без урона все вообще отлично магического лучника расставляю против ведьминой бабки по левой стороне таран в атаку по правой тоже не буду отпускать его здесь королевский призрак ярость давай 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 наяривай магический эх зараза здесь бревно опа отлично все осталось там буквально чуть-чуть так призрак нет не спас литкой депаюсь опять все осталось ярость бревно докинуть так то можно было это раньше сделать но я догадался только час и чуть еще не проиграл из-за этого на уж ну и напоследок самая успешная самая сильная по статистике колода с яростью на данный момент и вот таким образом она выглядит я когда вижу такие кого колоды у меня сразу в голове всплывает солянка не знаю почему тем не менее вот такими колодами играю я не очень хорошо но они они как оказывается показывают отличные результаты и наверное стоит начать учиться играть подобными колодами давайте приступим прямо сейчас колода который я бы точно не играл потому что ну и просто не мой архетип не мой стиль игры но тем не менее по статистике судя по всему она очень хорошо давайте шустрым шахтером потанчим нет сейчас ответа хорошего на эту хижину бомбочкой можно будет вторую волну взорвать да может быть до зацепила хижину хорошо раз правда еще три копейщика будет но здесь уже стрелы надо отдавать мини генераторы в середину все и сюда армию скелетов весь эликсир отдал но тем не менее без получения урона а он еще не атаковал то есть сейчас пойдет в атаку то могут быть проблемы но часто понятно не пойдет то что у меня мини генераторы кстати по двум сторонам поэтому можно его качнуть об перекопочка и он еще и стрела отдал так надеюсь он не успеет перекопаться заразу успел я здесь накинул все нормально у него 12 шустрый шахтер это хорошо для меня поэтому собственно и удалось спасти левую вышку мини генераторы наверно поставлю или не первую волну попик я пропущу я думал сначала мини генераторов но решил что они мне пригодятся в защите от этих от рекрутов а вот спарки выставить из глубины это будет неплохо гигантом под танчу мини генераторы против летучки стрелы здесь закину так чтобы еще хижину добить ну почти слева полностью игнорируем меня там запас здоровья позволяет и в атаку из середины буду танчить ярость сюда накину на спарки ой 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 какие неудачные мини генераторы минус вышка отлично и продолжаю продолжаю давление гигант армия скелетов летучкой он это не задефает миньоны сюда еще а вот рекрутами да задефает все режим защиты спарки на правую сторону добивать рекрутов ну вот наконец-то кабаны пошли его мини генераторы шустрым шахтером здесь как-то так задефаюсь перекопаюсь армия скелетов сюда миньоны против или этой блин ярость крутое заклинание все таки прям вообще огонь что же друзья если подводить итог то заклинание ярость стала топовым абсолютно уверенно можно брать его в свою колоду и вы не пожалеете более того удивите соперника и сможете сносить защиту ваших оппонентов там где до этого вы не могли этого сделать опять же благодаря неожиданности эффекту ярости который теперь наносит урон на этом будем потихонечку заканчивать спасибо за просмотр друзья не болейте до новых встреч всем пока